Криминальный отдел полиции Парижа завершил расследование причин пожара в соборе парижской богоматери. Кто же поджог Нотр-Дам-де-Пари? Я напомню, эта трагедия случилась 15 апреля 2019 года. По информации французских журналистов, не обнаружили следователи признаков преступления, то есть умышленного поджога. Техническая неисправность. Правда, отмечают следователи, есть еще несколько очень сложных экспертиз, чьи результаты появятся только в течение двух-трех недель. Но все говорит о том, что нет человеческого фактора, а есть техническая беда. Короткое замыкание. И полыхнуло. Я напомню, что огонь уничтожил большую часть крыши, кровлю, великий шпиль легендарный, воспетый Гюго. Ликвидировать пожар удалось только на следующий день, хотя вся Франция, вся Франция без преувеличения тушила этот пожар. Для восстановления собора, для всех работ потребуется 5 лет. Французы уже собрали миллиард евро. Но все равно многие предполагают, что после реставрации это будет новодел. Новодел в натуральную величину. Ну, как у нас, все равно собор Христа в Москве, это другой собор, конечно. Это, конечно, новодел в натуральную величину, да и видно по всему, что это новый храм. Но не тот, который был когда-то. Что делать? Манеж в этом смысле выгоднее отличается. Ну, тоже понятно, что он новодел. Беда, беда. Что делать? Все лучше так, чем никак. Но что касается таких великих строений, как наш Манеж в Москве, или как Нотр-Дам-де-Пари, это, конечно, да, слез обидно. Не уберегли. Вот просто не уберегли. И, как говорится, к сожалению, да, то ли еще будет. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ